АТОМПАРК На плановом совещании с руководителями подразделений о техническом состоянии доложил главный инженер станции Алексей Лещенко. В работе три энергоблока, суммарная нагрузка на 6 часов 3167 мегаватт, а существенных замечаний нет. Директор станции Павел Лубенский сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». По концерну в работе 33 энергоблока, в ремонте 4 энергоблока, фактическая мощность станций концерна «Росэнергоатом» 25 648 мегаватт, что составляет за 4,17% к план заданию «ФАСТ». На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3167 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. За 17 дней января энергоблоками Смоленской АЭС выработано 1081 миллион киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 16 января на ледовом корте 4 микрорайона состоялся зрелищный турнир, своими правилами напоминающий керлинг. Ледовый тир объединил любителей активных выходных. К участию во втором турнире присоединились 72 человека, объединившихся в 24 команды. Это практически в два раза больше, чем в 2021 году. В составах команд все желающие. Работники Смоленской АЭС, подрядных организаций, ветераны. Хорошая, интересная игра. Главное рассчитать силу, удар, направление. Все. Инвентарь для игры, ее правила и формат были придуманы в прошлом году и остались неизменными в новом сезоне. Команда из трех человек, вооружившись швабрами и блинами, соревнуется с противниками, демонстрируя свою точность. Принцип игры один и самый главный. Нужно, чтобы твой снаряд оказался ближе к отмеченному центру, чем снаряд противника. Нравится играть, потому что движуха. Соскучились все по таким вещам. Подышать воздухом, выйти в выходной. Хорошо. Пообщаться с людьми, получить эмоции. Это же здорово. Много знакомых, друзей, общения, которого в принципе не бывает в последней жизни на работе. Вот здесь мы можем пообщаться, посоревноваться. Соревнования проводятся второй год подряд и, судя по растущему числу участников, ледовый тир станет традиционным зимним мероприятием, проводимым профсоюзом Смоленской АЭС. В этом году турнир был посвящен сорокалетию пуска первого энергоблока Смоленской АЭС. В декабре прошлого года в Десногорске открылась новая общественная площадка «Атомпарк». Многофункциональный центр распахнул свои двери для первых посетителей. 14 января в честь празднования Старого Нового Года в «Атомпарке» был проведен тематический развлекательный вечер для детей. «Мультчас» – так называлось мероприятие, создан для знакомства ребят с мультфильмами. Организаторы уверены – добрые истории, где добро побеждает зло, актуальны и полезны для воспитания детей. А потому такой формат вечеров планируют сделать регулярным. «Мультчас» в себя будет включать немножечко истории о мультфильмах, немного конкурсов, дом и будем планировать, наверное, после. Хотя бы несколько конкурсов, чтобы дети уходили с хорошим настроением, хотели сюда приходить, рассказывали друзьям и, конечно же, как можно больше здесь было посетителей. Первым дети увидели советский мультфильм «12 месяцев». Также они приняли участие в конкурсах и играх, которые для них провели организаторы мероприятия. «Хотелось бы, чтобы в нашем городе дети, родители выбирались сюда на различные мероприятия. Мы тоже постараемся приходить. Молодцы идущие стараются. Было интересно, весело». Развлекательные и образовательные вечера проходят в Атомпарке с начала года. Афиша предстоящих событий доступна в официальной группе администрации Десногорска в социальной сети ВКонтакте. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «С АЭС» на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках в Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok